я вам сказала что шалфей я купила 1 за 4 доллара но в этом году я решила попробовать а как семена сходят он нормально сходят видите вот это вот у меня шалфей уже несколько росточков у меня появились так что можно и из семян вот так как я первый раз посадила шалфей купленный вот возможно наверно будет и и вот с этого растения собрать семена экономить чуть попозже этот куст будет вообще шикарный сейчас у него первые первых два цветочка распустились а нет не первые вот уже три тут вот так вот они отцветают один день цветут у нас называется это лилейник гимеракалис по-английски day lily day это день ну то есть лилия цветущая один день они хотели сказать название вот друзья вы не поверите вот этот вот куст корневище мой муж привез из другого штата когда переезжал из штата миссури штат луизиану что-то он еще в корневище я я к чему это говорю для меня это было в нове оказывается когда переезжаешь на машине да может и на самолете тоже не знаю то садовники им трудно расстаться с привычными люд любимыми ими цветами и они могут взять корневище вот так вот и вот он рассказывал мне историю этот кстати очень красивые цветы у него большие такие крупные у меня есть еще наподобие него с такими белыми можно цвета можно сказать цветами а это желтыми вы знаете я хочу сказать что на одном из садовых семинаров где я была упомянул один лектор я это впервые слышала может вы тоже не знаете что что лепестки то съедобные и я пробовала перепробовала все у меня это же не только один лилейник у меня много лилейников они неприхотливые хорошо растут нашем климате сейчас покажу вот куртина лилейников с красными цветами они не такие крупные но все равно милые я люблю лилейники за то что они неприхотливые что их легко размножать как их размножать можно делением куста я уже этим давным-давно занимаюсь точно такой же цвет тут видно вот эти вот отсвели я почему показываю друзья вам разного цвета я услышала от того лектора на семинаре он утверждал что лепестки разного цвета лилейников обладают разным вкусом вот ничего я не почувствовал я перепробовала все он говорил что с темными ну например бордовые лилейники у них горчинка появляется не знаю вкус у них такой близкий к нейтральному у всех но есть какой-то слабоватый такой не ярко выраженный вкус попробуйте они съедобные если выращиваете лилейники вот то есть я хочу сказать из собственного опыта я не может быть тот человек был гурман у него так это развит развит это чувство вкуса для меня они более-менее все одинаковые показались на вкус вкус приятные однако вот и я добавляю крошу их лепестки собираю и крошу в салат вот вот так вот я их использую а про этот вкус друзья хочу сказать и у него есть еще сородич белого цвета ну там они нежно нежно такой едва приметный желтоватый оттенок у лепестков и вот этот вот куст который привез мой муж из другого штата при переезде когда он вышел на пенсию вот он взял из своего сада в штате миссури привез сюда и посадил этот лилейник и рос еще до меня до моего приезда в америку вот я хочу сказать что вот эти шикарные цветы он не в магазине купил вы знаете они там с его бывшей женой были членами садового клуба да в америке у нас это распространенное явление что садовники создают свои клубы встречаются в реальной жизни не в интернете встречаются друг у друга в садиках вот обмениваются или бесплатно своим излишним посадочным материалом или или за деньги вот вот этот вот который я вам показывала он купил за какие-то там символические деньги у женщины было много я хочу вам сказать что я 16 лет садовничаю я уже дожила до той поры когда у меня как бы появилась проблема посмотрите как густо растут мои ирисы я их постоянно рассаживаю они так хорошо размножаются могу пошутить друзья приходите ко мне всех обеспечу вот будет вас миллион человек всех обеспечу бесплатным посадочным материалом ирисами вот я их и пересаживаю и рассаживаю каждый год по моему я этим занимаюсь и у меня уже даже был случай что на одном из семинаров садовых я пригласила к себе несколько женщин ну я им сказала в перерыве между лекциями на семинаре что кто хочет ирисы приходите дам бесплатно отдам как говорится хорошие руки и вот они пришли я им раздавала вот но пока я не не состою ни в каком клубе вот и поэтому рассаживаю и рассаживаю эти ирисы они у меня кругом цветы чудесные я очень люблю их интересные листья они зимой пропадают и появляются вот ничего страшного переживают нормально зиму вот красивые цветы сейчас пройду покажу вам какие-то из цветущих ирисов они молодцы у меня один за другим один цветет другой готовится цвести вот разных цветов они у меня но много вот как вы думаете можно это назвать проблемы что у меня много ирисов вот желтый такой яркий красивый вот а будет представьте сколько их будет вот у меня полянка из ирисов это все взрослые ирисы так что вот первым делом как только я вступлю здесь в америке садовый клуб вот буду раздавать на лево и направо ирисы отдам в хорошие руки вы знаете друзья канны у меня вот здесь вот небольшая коллекция из разных кант разноцветные цветы у них вот сейчас цветет вот это канна канна мы на зиму не выкапываем у нас зимы теплые так что для них это благословенный климат то же самое с гладиолусами сейчас пройду к гладиолусам друзья я читаю местные американские журналы один журнал по всей америке называется birds and blooms то есть птицы и цветения вот читаю там статьи а другой журнал у нас gardening in louisiana про садоводство в луизиане вот расскажу вам историю которую я прочитала из этих журналов а сейчас пока показываю вам вот что готовятся цветению гладиолусы они вырастают у нас тут приличной высоты сейчас я померюсь ну мне по нос на уровне моего носа так они еще вырастут вот поэтому я такие палочки поставила за гладиолусами как я поняла нужно обязательно ухаживать вот этот вот еще ничего он ну вес не набрал свой а как только гладиолус начинает набирать вес благодаря цвет цветам то его нужно обязательно подвязывать а то свалится непременно вот такой уход но у меня гладиолусов много вот прочитала я в журнале который по америке birds and bloom что женщина давала совет вот он наверно годится для каких-то регионов в россии точно но для меня это бесполезный совет совет заключается в том что она написала в своей статье она живет штате айова там зимы приличные холодные вот она не выкапывает луковицы гладиолусов не хранит их в подвале там в песке как это делают другие садовники у которых холодный климат вот она их просто высчитала практическим путем она их просто сажает на большую глубину чем рекомендуется и якобы они у нее выживают благодаря этому остаются в земле зимой вот мы здесь живем с теплыми зимами у нас минус 3 бывает где-то в районе недели остальное время тепло иногда ходим шортах зимой вот поэтому мы здесь гладиолусы и зимы луковицы гладиолусов не выкапываем благословенный для них климат вот тут у меня достаточно много гладиолусов вот готовится лилии к цветению тоже хороший климат для лилии посмотрите вот прошлом году друзья для меня сработало я впервые это сделала вот это видите у меня огромные кусты догадаетесь что это вот голубика садовая голубика растут кусты прекрасно вот плодоносит но их сотрудники знают меня поймут их любят склевывать птицы для них это прекрасные ягоды вот в прошлом году я развешивала такие знаете плоские муляжи с изображением сов они с колокольчиками там чтобы звуком отпугивать и сверканием своим вот сработало я лакомилась в прошлом году своей собственной голубикой вот если в этом году результат повторится значит хороший вариант вот ну потому что я думаю а вдруг случайно просто случайно и все не знаю пока вот случае с персиками например пугало не сработало животные пришли и съели а вот а голубика сохранилась может для кого-то из вас будет новой информации я хочу вам показать как растет почва покровная роза был вот один куст вот этот вот вот они размножаются своими подземными побегами и и действительно покрывают землю не зря их назвали почву покровными я хочу сказать друзья что да из-за влажного и жаркого климата у нас здесь изобилие насекомых которые любят есть и цветы и листья нужно нам их защищать здесь субтропиках вот но с другой стороны то что зима такая знаете символическая я бы сказала она есть у нас четыре сезона в луизиане вот температура конечно ниже это мы же живем в субтропиках они в тропиках поэтому у нас есть зимний период но он очень короткий по времени и температуры там минус 3 минус 10 было но это рекорд который последний раз сто лет назад был понимаете бывают час же климата сумасшедший вот и благодаря тому что зимы у нас в луизиане можно сказать мягкие непродолжительные розы мы никак не защищаем они прекрасно переживают наши зимы им даже наверное даже нравится похолодание на какое-то время вот вот такая вот ground cover почва покровная роза цветочки опять видите мелкие но их много и куст обильно цветет вот совершенно другая роза у которая входит по американской градации в первую десятку хорошо пашу пахнущих роз к сожалению цветочек отсел вот посмотрите я могу только показать вам цвет какой глубокий красный красивый вот это роза называется но у нее много новеньких цветочных почек будет цвести вот мистер линкольн одна из самых хорошо пахнущих роз ну как по американской системе в первую десятку входит магнолия южная магнолия крупноцветковая начала цвести посмотрите какое изобилие у нее цветочных почек ой по-моему никогда она так красиво не цвела вернее так обильно вот ее цветочки огромные вкусно пахнущие там еще но в общем начала она цвести купила заморыша я друзья поздно пришла питомник уже все было распродано остался вот этот заморыш и выходила его вырастила правда я боялась покупать думаю выброшенные деньги возможно но нет она оправдала мои надежды начинает моросить дождик я собираюсь уходить домой вот такая красота получилась у меня все это он май ченнел бай бай и он вот и он и и и и и и и и